МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 8 вечера в Украине о главных новостях, известных нам к этому часу, расскажут мои коллеги, корреспонденты седьмого и я, Максим Малынов. Добрый вечер. В начале выпуска коротко о главном. Правительству сто лет. Собрание бывших премьеров. Для Украины четко вызначено ее место. Это место в единей европейской семье. Доигрались до сломанной спины. Двухлетнее разбирательство. Моему ребенку сломал позвонки другой ребенок. И одесские фотографии, которых вы точно никогда не видели. Это Воронцовский дворец. А теперь об этом и многом другом подробно и по порядку. Украина экстрадировала итальянца, которого считают создателем одной из самых масштабных схем по отмыванию денег в истории Италии. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 180 миллионов евро. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. В сентябре 2014 года итальянцы объявили Джузеппо Никосии в международный розыск по линии Интерпола. А в середине апреля СБУ задержала уроженца Апеннинского полуострова у нас в Одессе. После передачи Италии выкраденных творческих мистецтва данная события стала черговым кроком до смествования Украины итальянского сотрудничества между правоохранными органами и даёт основы рассчитывать на конструктивную позицию Италии в истории Виталия Маркева. Я напомню, что 1 июля стало известно о задержании в Италии военнослужащего Насгвардии Украины Виталия Маркева. Местные правоохранители подозревают его в причастности к убийству итальянского фоторепортера Андрея Ракелли недалеко от Славянска в мае 2014 года. Расследованием по делу о взрыве гранаты, от которого погиб подросток, может заняться военная прокуратура. Об этом сообщил ведущий консультант начальника областной полиции Руслан Форостяк. По информации из собственных источников Седьмого канала это связано с происхождением боеприпасов. Дома у одного из пострадавших подростков, который и принес Ф-1, правоохранители нашли целый арсенал гранаты, взрывчатку и патроны. Отец парня, военнослужащий, напомню, что вчера примерно в полдень на Дальницкой 52 в квартире взорвалась граната. От полученных ранений 16-летний парень погиб. Еще двое получили серьезные ранения. Ну а в Украине отмечают столетие со дня создания первого украинского правительства. Сегодня премьер Владимир Гройсман пригласил на торжественное заседание бывших премьер-министров Украины. Говорили об истории, проблемах и перспективах нашей страны. Торжественное заседание Кабмина по случаю столетия правительства открыл Владимир Гройсман. Он заявил, что борьба за власть помешала Украине отстоять свою независимость век назад и пообещал не допустить этого снова. На превеликий жаль в той час втримати объединение не удалось. Багато было противореч всередині. Але якщо ми будемо вірити в нашу перемогу, якщо ми будемо вірити в нашу силу, якщо ми будемо вірити в нашу державу, ми ніколи не дамо повторення тих уроків історії, які не дали можливість нам утворити нашу державу. На празднование столетній годовщини правительства Владимир Гройсман пригласил екс-прем'єров Арсения Яценюка і Юрия Яханурова. Треба довести залізною рукою децентралізацію України. Це те, що прем'єр-міністр особисто розбирається і кажуть досконально. Я вважаю, що затяжка з цим процесом призводить до того, що ми ведемо до утворення місцевих кланів і кланчиків. Другим пріоритетом це професійна державна служба. Найкраща гарантія української безпеки це членство України в НАТО. Не всі країни-члени НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до цього готовий. Для України чітко визначено її місце. Це місце в єдиній європейській сім'ї. Ми довго йшли до цього. Росія нам не давала це можливості зробити. Також екс-прем'єры пожелали Владимиру Гройсману справитися з реформами і повисити рейтинг України во всімірному списку. Олеся Повар, Олеся Татар, Юрий Юрченко, Седьмой канал. Одеська мэрия не хоче закупати вакцину от гриппа. Бороться с будущей эпидемией нужно просветительскими методами. А вот вакцинация не поможет. Население уж слишком не культурное. Об этом заявил сегодня директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев на заседании профильной депутатской комиссии городского совета. Мы закупили очень много вакцины для профилактики кори. Однако сегодня низкая культура населения не позволяет массово прививать этих больных. Понимаете, то же самое может случиться и с гриппом. По информации Министерства здравоохранения, в прошлом эпидсезоне гриппом заболели более трех миллионов украинцев. Но тем временем одесский древопад продолжается. Вчера вечером в 100 метрах от городского совета рухнула большая ветка каштана. Она упала прямо на иномарку Hyundai Sonata. В результате у корейца помятый бампер, капот и решетка радиатора. К счастью, никто не пострадал. Но я напомню, что это уже далеко не первый случай, когда падающие ветки разбивают автомобили. Одна из пострадавших одесситок даже собирается судиться с городским советом из-за нанесенного ей ущерба. Сегодня днем на Черняховского горел торговый центр «Пятый элемент». Пожары в людных местах всегда классифицируются как самые опасные, поэтому госслужба по чрезвычайным ситуациям отправила на тушение сразу 10 машин. Однако в этом случае пожар оказался небольшой, его быстро ликвидировали. Возгорание началось на подземной парковке торгового центра. Играли и сломали спину. Два года назад Миша Черненко получил перелом позвоночника во время игры с соседским мальчиком. С тех пор мама пытается добиться справедливости, но недавно узнала, что сама оказалась в статусе подозреваемой. Все подробности этого дела знает Наталья Костенко. Когда дети играют, мне как-то хочется тоже выйти, но я знаю, что нельзя. Потому что врач меня запретил бегать, прыгать. Два года назад Миша Черненко надели жесткий медицинский корсет. Серьезный диагноз компрессионные переломы двух позвоночников грудного отдела. Мама ребенка рассказывает, таким оказался итог детской игры. Моему ребенку сама позвонки другой ребенок, Леонид Урманов, он относится к малолетним детям. И по нашему законодательству малолетние дети ответственности не несут. Якобы несут ответственность их родители. Ответственность невелика. Штраф 350 гривен. Но по словам мамы пострадавшего ребенка, даже его соседи не заплатили. Два года она добивалась открытия расследования и судебного рассмотрения. Но как только дело передали в суд, Алла узнала, что сама является подозреваемой. Вдруг на меня завели уголовное дело по статье 125 умышленное избиение мамы мальчика, который сломал моему ребенку позвоночник, Сечкарь Елены. Вторая сторона конфликта уверяет, избиение было два года назад. Тогда же и открыли уголовное производство. Но расследовать дело мешали обстоятельства. Оно сразу заведено. Оно заведено уже было два года назад. Но ситуация в стране, понятно, никто не напрягал следователя. У меня какие-то личные, есть родные, больные, все. Оно все велось. Оно все два года назад оно было в полиции. Сегодня дело Миши, закрытое в 2016 году, снова вернули в производство. Правоохранители усомнились в диагнозе. Все это ведет один следователь. Один и тот же следователь дорасследует дело по моему ребенку и занимается тем, что я якобы избила сечкарь Елену, свою соседку. По словам Аллы, ее уже не раз вызывали на допросы в Приморский районный отдел полиции. Я им говорю, я не била, они мне говорят, била. По словам женщины, ей даже предлагали неофициально пообщаться с прокурором Приморской прокуратуры. Алла готова была решить конфликт без судебных тяжб, но теперь уверена, на нее давят, пользуясь связями в правоохранительных органах. Наталья Костенко, Роман Приемыхов, Седьмой канал. Заинтересовать Голливуд, Болливуд и не только. В Отеццу хотят привлечь киношников со всего мира. А все, чтобы повысить туристическую привлекательность нашего южного региона. В Минэкономразвития предлагают изменить подход к организации кинопроизводства в принципе. Для начала хотят обеспечить режиссеров со всего мира базой данных о локациях для съемок в Украине. Но этого недостаточно. Чтобы наш город выбирали среди сотен других, необходимо создать экономические условия, а еще сформировать фильм-комиссии. Фильм-комиссии обеспечивают полный пакет сервиса для съемок любого рода фильмов или рекламы или других каких-то видов. начиная начиная от приглашения, визового оформления, размещения гостей, питания гостей, перекрытия улиц, организации необходимых муниципальных разрешений и так далее. Ну, для нашего города, конечно же, это было бы выгодно, ведь города, где снимались известные фильмы, становятся популярнее у туристов. Наш город почти целый век ассоциируют с фильмом «Броненосец Потемкин». Хотелось бы увидеть еще какие-нибудь фильмы, в которых Одесса звучала бы интересно и свежо. Ну и в фестивале старое проверенное средство, которое привлекает посетителей, независимо от того, фигурирует ли Одесса где-нибудь или нет. Ну, а пока это все только лишь в планах у Минэкономразвития. В Одессу представители киноиндустрии привлекают с помощью Одесского международного кинофестиваля. Он как раз в самом разгаре. Гала премьеры, ретроспектива, международные и национальные конкурсы, мастер-классы, творческие встречи и показ украинского фильма, который долгое время считался утраченным. Все самое интересное с фестивальных площадок в сюжете Юлии Федоровой. Зеленый театр встречает самый ожидаемый киноперформанс УМКФ-2017. Сегодня показывают забытый шедевр немого кино. Фильм небывалый поход. Долгие годы кинолента считалась утраченной. Ее нашли в украинском архиве документальных фильмов полтора года назад. Уникальная пленка значилась, как обычная кинохроника без автора. Цей факт, на жаль, демонстрирует ту проблему, с которой мы пробуем бороться в центре Довженко нашими проектами, проблему безпамятства украинской культуры, яку такими проектами мы далаем. Фильм 1931 года. Его снял Михаил Кауфман, брат знаменитого Дзыги Вертова. Кауфман здесь и оператор, и режиссер. Небывалый поход, пропагандистский фильм, но очень талантливый. Кинопоказ под открытым небом проходит в живом музыкальном сопровождении. Аншлаг в первые дни у МКФ собрал призер Каннского кинофестиваля фильм американского режиссера Софии Копполы «Роковое искушение». Очередь заняла всю площадь у фестивального дворца. Когда фильм тебя вот так берет и весь фильм все время просто несет тебя. Когда ты не разбираешь на какие-то части, а он тебя просто захватывает и все, и потом отпускает в конце. Именно зрители и определят, кто получит статуэтку «Золотого дюка». В международной конкурсной программе 12 фильмов. Гости и члены жюри УМКФ уже увидели и оценили ровно половину из них. Система, по которой я там ставлю оценку, это сценарий, режиссура, картинка по операторской части и игра актеров. Первый фаворит израильско-французская кинолента «Ни тут, ни там». Это драматическая история об арабских женщинах в консервативном обществе. Проблемы он поднял довольно высокого, глубокого уровня. Семейные, любовные, гендерные. И он это все так преподал. Я шел, думал, это комедия, судя по трейлеру, а вышел с большим переосмыслением. Лидер зрительских симпатий французско-бразильская кинолента Габриэли Гора. Фильм основан на реальных событиях. Он рассказывает историю путешественника, погибшего во время исследования африканского континента. Уже сейчас картине пророчат победу на ОМКФ 2017. Юлия Федорова, Андрей Дьяченко, Евгений Руденко, Седьмой канал. Продолжение темы культуры. Воронцовский дворец с неизвестной пристройкой и женщины с веслом. Одесситам покажут старые фотографии, которые раньше никогда не публиковались. Долгое время снимки не были доступны для широкой публики. Вот как ищут уникальные кадры, расскажет моя коллега Кристина Немченко. Анатолий Дроздовский коллекционер со стажем. Старые фотографии, марки и открытки. В его коллекции много материалов с изображением Одессы в период до и сразу после Второй мировой войны. Вот это по-своему очень интересная фотография. Ко мне попала открытка, фотооткрытка, на которой было шесть маленьких изображений. Ну, открытка 9 на 14, на ней шесть изображений. И вот вытащили. Из этого, в таком большом размере, это вход в вокзал. Фотографии приходится искать в домашних архивах у знакомых. Бывает, что снимки отдают неравнодушные люди. Много карточек удалось отыскать на барахолках. Женщина с веслом. Все кричат, вот это вот такое, это вот. Полтора года мы искали женщину с веслом в Одессе, нашли. После того, как фотографии попадают в руки коллекционеру, изображения оцифровывают и обрабатывают. Так оно становится более качественным. У каждой фотографии своя особенная история. Это Воронцовский дворец, известный всем, только с каким-то непонятным аппендиксом там справа, да, вот что это такое, да. Это так называемый Орловский корпус, о котором очень много разговоров есть, очень много о нем знают, в кавычках, да, но на самом-то деле его мало кто видел. Когда пытались в стилистике восстановить здание, тем не менее, туда же вносились совершенно другой декор. Вот, и для того, чтобы восстановить первоначальное видео, хорошо, когда есть это старые фотографии, они именно восстановятся вот этичные элементы. В музее Западного и Восточного искусства тоже сохранилось много довоенных фотографий. Одесские коллекционеры и руководители учреждения решили устроить совместную выставку «Одесса в старых фотографиях». Пока материалы для нее только собирают, но обещают, что ко дню города проект будет готов. Кристина Немченко, Роман Приемыхов, Седьмой канал. И вот это была последняя информация в нашем выпуске. Мы продолжаем внимательно следить за всем, что происходит в Одессе и Одесском регионе. Завтра в этой студии будет работать моя коллега Олеся Татар. Я же прощаюсь с вами до пятницы, когда в эфир Седьмого канала как всегда в 6.20 выйдет ток-шоу «Прожектор». Берегите себя и Украину. До встречи.